Девушки отдыхают 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 Я считаю, что нужно эти шапки спасать. Я надеюсь, что наши советы сегодня помогут и ваши шапки сделать невероятно красивыми, стильными. И даже ваши старые шапки снова будут приносить вам радость. Итак, приступим к шапочке Тани. Мы будем делать красивые цветы из фетра. Я бы хотела, чтобы мы посмотрели. Вот у меня есть приготовленная уже шапочка. Там есть три цветочка из фетра. Сделаны каждый из пяти лепестков. Разные оттенки можно брать, разные серединки. И, соответственно, по-разному могут смотреться эти элементы. Как вам такой вариант, девчонки? Мне подобается. А ты видишь? Мне так. Итак, фетр. Можно в магазине его приобрести. Небольшой лист от 5-7 гривен. Один цвет. Я сегодня приготовила три цвета. Нам необходимо из этого фетра вырезать небольшие лепесточки. Нам необходимо пять штучек. Могут быть они, соответственно, разного размера. Чем больше размер лепесточка, тем весь цветок, соответственно, будет более объемным. Вырезать будем сразу по фетру. Я хочу, чтобы вы попробовали. Приложили цветочек и аккуратненько вот так вот вокруг лепесточка мы обрезаем. Пять одинаковых штучек у нас должно получиться. Танюша, а ты вообще рукодельница? Или чем-то другим увлекаешься? Я 12 лет захоплюсь в фотографии. И много лет я езжу в Париж. Официальный фотограф украинца в Париж. Здорово. И я очень люблю. Наверное, много Аниных фотографий у тебя. Да, Анюта? Фотографирует мама? Да. А ты умеешь фотографировать? Да, я очень люблю. С мамой. Работа кипит. У всех, по-моему, готовы уже лепестки. Есть у нас лепесточек. Теперь нам надо аккуратненько его сложить по той стороне, которая плоская, чтобы получился объемный такой лепесточек. И для того, чтобы зафиксировать его в таком положении, мы будем использовать горячий клей. Это достаточно быстро и легко. Чуть-чуть клеем наносим, буквально капельку, и аккуратно с краю зажимаем. И у нас получается такая луночка. Ты можешь тоже пробовать. Единственное, что не касается краешка пистолета для того, чтобы не обжечься. Если делать все аккуратно, то это безопасно. Танечка, а есть у тебя дома клей-пистолет? Нет. И что делать, Юля? Это можно сделать с помощью иголки с ниткой. Вот. Мы можем аккуратно просто два стежка сделать и зафиксируем этот лепесток точно так же. Клеем сделать намного быстрее, но вы можете сделать это подручными материалами тоже. Следующий наш этап. Все лепестки мы будем соединять вместе. Для начала мы вырезаем небольшой круг, немножко клея. Иголкой с ниткой это тоже можно сделать. И аккуратно все цветочки соединяем в центре. Теперь у нас осталась серединка. Все, что нам надо, это тоненькая полосочка, ну, сантиметров 6-7, для того, чтобы скрутить ее. И получилась у нас серединка цветка. Итак, для того, чтобы было достаточно ярко, мы возьмем контрастные цвета. Теперь что мы делаем? Мы берем нашу полосочку и просто сворачиваем ее вот в такую вот спиральку. Ну, в принципе, серединка тоже может быть совершенно разная. Она может быть маленькая, на маленьком цветочке, может быть достаточно крупная, если это тоже задумано. И теперь мы аккуратно подклеиваем. Мне кажется, вот Танечка сейчас так увлечена, что если она сделает себе шапку новую, фактически, своими руками, то это будет ее любимая шапка. Да. Даня? Я думаю, что да. Отлично. Вот у нас уже два цветочка готовы. Нам нужен клеек. Как мило. Танюша практически уже все сделала. Я предлагаю их сразу выкладывать на шапочку, чтобы посмотреть, что выйдет. Можно такую вещь стирать, если это делать аккуратной, деликатной стиркой. То есть фетром ничего не будет происходить. Пришиваем по краю. Как раз мы можем подхватывать ту часть, на которую мы клеили наши лепесточки. Вот тут вот кружочек. Анечка, ну как, просто? Да. Да? Думаешь, получится у тебя? Я уверена, что получится. Девочки, у меня уже последний стежок и, в принципе, шапочка наша готова. Я делаю узелок, завязываем и отрезаем ниточку. Шапочка готова. Мне прям уже не терпится, конечно, ее примерить, но мы оставим это на потом, чтобы сразу увидеть двух красавиц. Мы приступим ко второй. Второй мы, конечно, сделаем тоже цветок, но он будет более воздушный, более изысканный, ну вот волшебный, как для маленькой принцессы. Вариант шапочки, которая прямо перед Анечкой лежит, это и есть такой цветок, который будет на твоей шапке. Анют, ты посмотри, вдруг скажешь, нет, мне такое не надо и не хочу я его делать. Нет, мне очень нравится. За счет того, что тут много слоев и это разная ткань, разная по фактуре, создается вот такая вот воздушность, объемность для цветка нашего воздушного. Подойдет сетка, подойдут вообще синтетические материалы, можно брать достаточно дешевые, простые, даже подкладочные ткани. Потому что надо будет обрабатывать его огнем. То есть нам надо, чтобы он не горел, а наоборот плавился, чтобы края у нас завернулись аккуратненько. Теперь нам надо будет делать кружочки. Кружочки разного диаметра. Держи ножнички и можешь тоже вырезать. Не важна вот эта точная геометрия, можно не обводить какие-то предметы круглые, как мы делаем, когда нам важно очень ровный кружок получить. А сколько таких слоев нужно сделать? В зависимости от того, насколько объемный цветок мы хотим получить. Я делала не больше 7-8 лепесточков. Но их может быть очень много, просто цветок тогда будет более пышный. Девочки, романтический момент. Зажигаем свечи. Это тоже достаточно безопасное занятие. Конечно, должно проходить под присмотром родителей, но огня мы касаться не будем. Мы будем держать за краешек лепесточка и противоположным краем будем вести вдоль огня для того, чтобы эти края немножко запеклись. Такое у меня впечатление, что мы сейчас начнем гадать. Да, есть немного. Понемножку приближаясь к огню, мы как раз можем определить то расстояние, когда ткани начинают чуть-чуть подпекаться. Разные материалы тоже реагируют по-разному. Некоторые сворачиваются очень сильно, некоторые слегка заворачиваются. Вот как в данном случае. Слегка подпаливаем края. Мы не должны добиться того, что образуется какая-то дырка. Слегка вот оп-оп подтягивается ткань. Это прям волшебное какое-то занятие. Угу. Класс. Получается? Угу. Ну, отлично. Теперь я хочу сказать, что нам все наши слои, которые мы сделали, надо соединить. Сначала примеряем, как наши лепесточки между собой будут сочетаться. Тут полная свобода творчества. Абсолютно верно. Полная свобода. И вот небольшой вот серединкой мы можем заканчивать. Если нам все подходит, нам нравится, как выложены все лепесточки, мы должны их посерединке зафиксировать. Опять же-таки иголкой с ниткой делаем пару стежков. И на этом же месте хорошо добавить несколько бусинок. Бусинок. Бусинку одеваем и пришиваем. На большом цветке можно сделать несколько бусинок. На маленьких, соответственно, можно сделать поменьше. Можно оставить одну бусинку. Я думаю, что тоже три цветочка. Это будет очень гармонично. Мы сделаем их разные по диаметру. Один большой, один поменьше и совсем крошку. А свечи уже можно затушить? Да, свечи можно уже тушить. И вот у нас получается такой вот цветочек. Анют, ну давай, твой финальный должен быть штрих. Где ты хотела бы, чтобы разместился наш цветочек? Давай. Вот тут, где-то. На отворочке, правильно? Да. По этим Аниным словам я понимаю, что ей цветок понравился, Олечка. Если бы она сказала, давайте внутрь, чтобы не было видно, значит, тогда бы не понравилось. Второй и третий цветочек мы будем пришивать уже вокруг этого основного большого. Можно тоже на горячий клей это сделать. Это будет просто очень быстро. Но я уверена, что через год возникнет тот же вопрос. И, в принципе, эти цветы можно аккуратненько открепить и сделать новые. Ну, по-моему, очень красиво получилось. Плюс ткань эта, она позволяет ее немножко помять. Потому мы можем слегка вот так вот руками прям так нескромно потрогать лепесточки. И они более еще такие вот рифленые получатся. Тоже будет очень красиво. Девочки, сейчас самый ответственный момент. Надо их примерить и посмотреть, насколько они преобразились. И насколько вы в них преобразились. Вы готовы? Да. А я готова предложить по чашке кофе буквально маленькой паузой. А потом самое приятное. Будем мерить обновки. Анечке, можно тоже кофе? Как бы точно, можно. Хочешь, да? Если мы приобретаем такие красивые шапки, да, то они минимум 200-250 гривен стоят. Если мы вот так вот их преображаем, 10 гривен и, как сказать, дело в шляпе. Спасибо, Олечка. Спасибо большое. Давайте примерять. Анечка принцесса просто. Красиво очень. Танюша, тебя ждет твоя шапочка. Любимые глаза, самое лучшее зеркало. Но есть еще такое простенькое у меня. Мне тоже подобается. Такая нарядная шапочка. Одна лучше другой. Оля, просто прелесть. Спасибо вам, девчонки. Анечка, я уверена, что подружки будут в восторге. Привет, Ютуб. Тебе понравилось это видео? Тогда оставляй свои комментарии и делись им со своими друзьями и близкими людьми. А также подписывайся на наш канал, и ты будешь в курсе всего самого нового и интересного первым.